друзья всем привет сегодня 3 марта 2021 года среда перед началом торговой сессии на фондовом рынке московской биржи давайте рассмотрим основные изменения которые произошли вчера и разберем те акции которых это касается и так вчера у нас сделал по торговому плану не было поэтому отработанных уровней также не было сегодня у нас только изменения по вновь сформированному уровням по эмитентам которые входят в наш торговый план итак начнем с башнефти обыкновенной здесь у нас вчера был сформирован новый часовой уровень покупок 1582 с половиной на данный момент это ближайший актуальной для набора позиции уровень на нем я рекомендую рассматривать не более пяти процентов от планируемого объема покупать покупки среднесрочно продолжаем торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 1204 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение можно рассматривать к покупкам на данный момент остается актуальными для покупок два часовых уровня 1582 с половиной и 1576 половина это часовые уровни не забываем что суммарно на этих уровнях я рекомендую набирать объем не более 25 процентов ранее в марте 2020 года отбившись от верх вот нижней границы нисходящего дневного канала мы пока не протестировали верхнюю границу соответственно сейчас есть шанс что в ближайшее время цена все равно независимо от того что на нее оказывается давление будет пытаться стремиться протестировать все равно обновлять максимумы ну и соответственно пытаться протестировать верхнюю границу внутри дневной таймфрейм здесь у нас пока перекупленность цена торгуется у верхней границы нисходящего внутри дневного канала соответственно сейчас сохраняется такая перспектива что может продолжаться снижение по данному эмитенту но это как раз шанс на то чтобы сформировать уровне по дневным уровнем в том числе так ближайшие часы веке как я отметил у нас находится на отметках 1582 с половиной и 1576 половины торопиться с набором на весь объем я не рекомендую по часы векам 25 процентов на дневных уже можно будет переходить на набор 20 процентов далее вчера также произошли изменения по акциям детский мир сформировали новый часовой уровень покупок 140 92 на данный момент это также ближайшие для набора позиции уровень и согласно торговой системы по часовикам мы набираем не более 5 процентов на один уровень среднесрочно продолжает торговаться в фазе коррекция данная бумага поскольку ранее отбились от верхней границы восходящего дневного канала и сейчас она пока еще не протестировала среднюю линию канала по технике протестировал среднюю линию канала может быть какой-то отскок наверх в этой ситуации вероятно вероятен тот тот момент что можем сформировать новый дневной уровень покупок поэтому сейчас по часовикам можно собирать первые 25 процентов дальше ждать формирование дневных уровней ближайший актуально для покупок дневной уровень он находится в нижней границе восходящего дневного канала поэтому торопиться с набором пока смысл никакого нет нужно дождаться новых дневных уровней внутри дневной таймфрейм также у нас перекуплена сцена отбившись от верхней границы восходящего внутри дневного канала пока еще не протестировал нижнюю границу данного восходящего канала соответственно есть шанс что помимо часовиков также дадут отработать и находящиеся в диапазоне дневные уровни ближайший часовик как я уже отметил 140 92 следующий 137 60 далее также вчера произошли изменения по акциям новотек сформировали новый часовой уровень покупок на уровне на отметке 1267 60 это последний часовик который у нас пока актуален по торговому плану он находится в районе также дневного уровня покупок 1500 1259 60 поэтому на вот этих двух уровнях можно будет выставлять заявки на часовике 5 процентов на дневном уровне уже можно увеличивать долю в портфеле еще до 20 процентов при этом нужно быть готовыми к тому что бумага перекуплена торгуется в зоне перекупленности сейчас идет коррекция поскольку ранее отбились от верхней границы восходящего дневного канала и цена будет стремиться протестировать как минимум среднюю линию канала это в районе 1100 в этом диапазоне уже сформированы как часовики так и дневной уровень поэтому посмотрим что будет дальше но на данный момент пока бумага перекуплена поэтому торопиться с набором на весь объем я бы не стал среднесрочно продолжаем торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка на отметке 937 60 свидетельствует о том что любое снижение выше данной отметки можно рассматривать к покупкам таким образом пока перекуплена ждем коррекция после завершения коррекция рост возобновим но на этой коррекции как раз есть шанс добрать позицию до нужного объема если уровни будут протестированы далее вчера у нас произошли изменения по группе компании пик сформировали новый часовой уровень покупок семьсот сорок пять тридцать на текущий момент ближайшие актуальные для покупок часовики это семьсот сорок пять тридцать семьсот тридцать восемь и семьсот двадцать один двадцать бумага перекуплена торгуется у верхней границы восходящего дневного канала поэтому я ожидаю более глубокую техническую коррекцию после отбоя от верхней границы но эта коррекция может продолжиться вплоть до 60 650 возможно и ниже но вот 650 где-то там возможен отскок и сформируем новый дневной уровень сейчас же набор позиций можно осуществлять по часовикам в пределах 25 процентов от плана далее ждать теста дневных уровней среднесрочно продолжаем торговаться восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 350 внутри дневной таймфрейм также бумага перекуплена торгуется у верхней границы восходящего внутри дневного канала соответственно сценарии возможная коррекция он сохраняется ждем ближайшее время коррекцию на которой будет шанс сформировать как минимум 40 45 процентов от планируемого объема поскольку на данный момент в рабочем диапазоне имеются как часовые так и один дневной уровень далее сегодня следует обратить внимание и на акции распадская вчера сформировали новый часовой уровень покупок 176 92 это ближайший часовик на котором следует рассматривать покупки не более 5 процентов ниже идет также еще один часовик 170 96 бумага тоже перекуплена торгуется у верхней границы восходящего дневного канала соответственно в любой момент мы можем отбиться и продолжить техническую коррекцию в рамках среднесрочного восходящего тренда ключевая поддержка за восходящего тренда находится на отметке 75 18 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение можно рассматривать к покупкам но строго по уровням торгового плана внутри дневной таймфрейм точно так же мы перекуплено цена торгуется у верхней границы восходящего внутри дневного канала соответственно сейчас в любой момент может начаться техническая коррекция на которой есть шанс сформировать позиции по часовикам у нижней границы данного канала сформирован также ближайший дневной уровень покупок на котором можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20 процентов сейчас набор строго по часовикам не превышая риски как только наберете 25 процентов далее следует воздержаться от дальнейших покупок в целях теста дневного уровня далее вчера у нас по роснефти был сформирован новый часовой уровень покупок на отметке 518 75 бумага тоже перекуплена торгуется у верхней границы горизонтального внутри дневного канала соответственно техническая коррекция в любой момент может начаться на дневном таймфрейме тоже перекупленность цена торгуется у верхней границы восходящего дневного канала соответственно я ожидаю коррекцию на которой можно собрать по часовикам указанном в торговом плане первые 25 процентов дальше нужно ждать дневной уровень покупок 417 35 он находится у средней линии восходящего дневного канала теоретически его могут протестировать на коррекция поддержка ключевая среднесрочного восходящего тренда сформирована на отметке 229 80 и пока сохраняет свою силу новой поддержки пока не сформирована все что выше данной поддержки любое снижение этой технической коррекции которую можно рассматривать к покупкам далее также вчера у нас произошли изменения по акциям русал по долговым распискам сформировали новый часовой уровень покупок 3759 на нем я также рекомендую рассматривать набор позиций не более 5 процентов нужно учитывать что бумага тоже в зоне перекупленности торгуется у верхней границы восходящего дневного канала в любой момент мы можем увидеть коррекцию и на этой коррекции есть шанс что могут дать помимо часовых уровней также и дневные в границах рабочего диапазона на данный момент имеется три дневных уровня сколько из них дадут загадывать не будем но тем не менее нужно быть готовыми к тому что хотя бы 12 из этих уровней могут быть протестированы сейчас ближайший часовик это 3759 ключевая поддержка сохраняется на отметке 20 04 далее вчера произошли изменения по акциям тот нефть обыкновенная сформировали новый часовой уровень покупок 516 20 среднесрочная бумага пока торгуется в нисходящем тренде ключевое сопротивление на отметке 558 до сих пор не пробита поэтому пока цена находится ниже данного ключевого сопротивления в любой момент мы можем увидеть давление на бумагу и на этом снижении можно будет добрать позиции как по часовикам так и по дневным уровнем которые ранее были сформированы но до сих пор не протестированы поэтому ждем сейчас сохраняется шанс на то что мы еще какое-то время можем увидеть коррекцию снижение и в последующем уже через пробой сопротивления мы можем начать обновлять максимума нужно учитывать что ранее уже цена протестировала нижнюю границу нисходящего дневного канала на внутридневном таймфрейме мы тоже также протестировали торгуемся у нижней границы восходящего внутри дневного канала сейчас идет поджать в треугольнике между ключевым сопротивлением 558 и приближающимся к нему не приближающиеся к нему нижней границы то есть идет сужение в треугольнике я рассчитываю на то что все-таки будет выход наверх через пробой сопротивления в этой ситуации нисходящий тренд будет сломлен и мы увидим уже более активный рост по данному эмитенту далее сегодня также следует обратить внимание на акции фусс агро по которым по которой по компании сформировали новый часовой уровень три тысячи девятьсот шестьдесят один данный часовик находится у верхней границы восходящего внутри дневного канала соответственно думайте сами стоит его покупать или нет поскольку в любой момент мы можем увидеть техническую коррекцию поскольку уже да да достаточно продолжительное время акция растет постоянно обновляет максимум и тестируют верхнюю границу бумага перегретые и находится в зоне перекупленности соответственно я жду что в любой момент мы можем начать достаточно глубокую техническую коррекцию на которой как раз и будет шанс по более низким значениям если вы ранее не успели купить эту бумагу по более низким значениям сформировать позицию сейчас средняя линия канала находится в районе 3530 поэтому если покупать часовики то наверное желательно все-таки рассматривать часовики которые находятся у средней линии данного канала это 3652 3615 здесь в принципе можно более но уже более смело покупать часовики среднесрочно бумага в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 2013 все что выше данной ключевой поддержки торгуется в восходящем тренде любое снижение я рассматриваю к набору позиции для меня интересно сейчас только дневные уровни ближайший дневной уровень пока находится за границами рабочего диапазона соответственно я жду после завершения технической коррекции если она будет формирование нового дневного уровня на котором буду рассматривать дальнейший набор позиции сейчас просто удерживаю то что купил пока в принципе курсовая прибыль неплохая но возможно придется еще добирать позицию если портфель стоимость портфеля будет в целом увеличиваться на этом на сегодня все всем успехов удачи в инвестициях если вам понравился данный обзор не забываем подписываться на канал telegram ставить лайки под видео для лучшего продвижения обзоров не забываем ставить колокольчик для того чтобы не пропускать свежие обзоры но и у нас также имеется telegram канал на котором также публикуются все обзоры все новости все актуальные изменения соответственно для того чтобы иметь также и в текстовом формате мои мысли которые я озвучиваю на канале можете подписываться также на канал telegram на этом на сегодня все всем пока успехов до завтра